Теперь доказательства Гаусса. Ой, нет, перед доказательством Гауса нужно рассказать неправильное доказательство на теории. Начнем с неправильного доказательства. Неправильное доказательство звучит так. Предположим, что некоторое натуральное число сумели двумя способами разложить в произведение простых. Так, вот эти кумки. У первое, у второе и так далее, и так далее. П1, В2, Пк, и У1, В2, и так далее, и так далее, и так далее. Это простые числа. Двумя принципиально разными способами разложить. Возьмем число П1. П1 простое, как, собственно, и все множители на другом районе. На это простое число делится произведение нескольких чисел. Как известно, если произведение нескольких чисел делится на простое число, то один из множителей должен на это простое число делиться. Согласны? Прочем, он должен пояснить. Да, значит, либо К1, либо Пу2, либо какое-то другое из чисел Ку делится на П1. Давайте это так запишем. Ку с каким-то там номером делится на В1. Но когда одно простое число делится на другое? Когда они совпадают. Если простое число на что-то делится, то мы получаем противоречие с определением простого числа. Потому что у простого числа делителей только единица и самое число. Никаких промежуточных делителей быть не может. Согласны? Таким образом, на самом деле, Ку-Эфте должно равняться П1. Сократим. Здесь на П1, а здесь на Ку-Эфте. Получим равенство для меньших чисел. Ну, там опять сократим, сократим, сократим. И получится, что по очереди мы уничтожали все простые делители. Ну, все посекращалось. В конце концов, рано или поздно, если здесь получится единица, ну, а когда единица, значит, другая часть тоже единица. Куда же деваться? Все понятно, ребята? Понятно. Кто знает ошибку? Возможно, если все эти простые числа равны между собой? Ну и что? Равны. Мы же все равно по очереди берем. Мы берем один из простых множителей. И говорим, что здесь произведение чисел на него делится. Кто сказал, что количество уже и количество, кто одинаково? А, ну так это как раз понятно. Если у вас есть две кучки камней, вы подходите, из одной кучки берете один камень, потом смотрите, и у вас оказывается, что здесь есть абсолютно такой же, и вы хотите накладывать пар. Потом берете следующий, потом следующий. то они у вас уходят вот так вот, по два камешка. И вы каждый раз берете один из одной кучи, и каждый раз берете один из другой кучи. И в результате все получится. Разумно? Да. Так, ошибка все равно есть. Ошибка все равно есть, и ошибка очень важная. Ребята, давайте, вы должны в некоторый момент будете потребовать от меня пояснения. Давайте, я еще раз повторю, медленно-медленно повторю доказательства. Предположим, что П1, П2 и так далее, ПКТ разные. Не обязательно разные. Вот что, в какие-то множители. Не обязательно разные, если будут быть одинаковые. Это и множители. П1, П2 и так далее, ПМ тоже какие-то простые множители. Ребята, до завершения доказательства осталось чуть-чуть. Да? Я буду себя как в какой-нибудь телепередаче. До самого интересного места осталось меньше одной минуты. Да-да-да. Берем число П1, на него делится произведение всех множителей. П1, П2 и так далее, ПМ. Поскольку П1 простое, то одно из этих чисел должно на него делиться. Значит, какая лепушка делится на эту точку? Доказательство закончено. А почему только одна какая-то? Так если несколько мне больше, я возьму... Нет, конечно, может быть, там несколько одинаковых ушек, ничего страшного. Мне достаточно сократить на любую. Так, нет, мне что, совсем в замедленном варианте показывать? Показываем фокус третий раз. Давайте возьмем... Убор. Может, порядок? А как мы можем взять нематериальные числа? Нет, порядок, ничего страшного, порядок. Я говорю, что бы этим. Для него находится какой-то. Именно из-за этого и нужно в теореме говорить, что... С точностью до порядка множителей. У делится на П. Если произведение нескольких чисел делится на одно простое число, то одно из этих чисел на это простое число делится. Да. Да. В чем ошибка? Зачем эти три человека доказывали теорему, что она совсем простая? Да. У и П, а они же О, простые числа. Да. Значит, если одно из этих делится на другое, то они равны. Я могу третий раз повторить? Повторить. Все подсокрощены получатся один. Что-что? Все подсокрощены получатся один. Один? Ну да. Ну, это равно. Ну и нет. И получается, что числа, которые были в одной, в одной стороне равенства. Это те же самые, только переставлены. Все хорошо. Ошибки нет. Простое число... Что? Как стой число, это число, которое делится и на себя, и на единицу, значит, П равно... Число, которое делится только на себя и на единицу. Значит, если П не равно единице, то оно равно хуже. Если p не равна егнице, то оно равно 0. Найди к ошибке. Да? Мы до этого писали это в числах, и p, h оно будет непростым числом. Почему? Поймите, пожалуйста, это же название. Вот это вот первый простой множитель, который есть в этом произведении. Это второй простой множитель. Это каждый простой множитель. Нет, ребята, вы что-то очень неглубоко пропадаете. Может быть такое доказательство, что, допустим, p1 равно 2, q1 равно 3. Вот предположим, допустим, так. А остальные числа можно сократить. Да как же так делать? У нас же если бы было равенство, то после сокращения оно превращается тоже в верное равенство. А вот оно как раз у него не превратится. Ну, значит оно было неверное. Ну вот занятие, а мы нет. Знаем, что мы... Да-да-да, секунду. Вы просто называете... Ребята, на самом деле основная теорема арифметики совершенно не зря в школе в большинстве случаев вообще не обсуждается. То есть, верно это утверждение или нет, очень нужно при изучении темы тропи. Как только вы начинаете работать с знаменателем, числителем тропи, сокращать, вам очень важно знать, что основная теорема арифметики выполняется. Но в школе эта проблема решается очень просто. Учительница говорит авторитетно. Запомните. Запомните, дети. Разложение всегда будет однозначно. Ученые доказали. Нет, в этом нет ничего плохого. Потому что доказывать все на свете невозможно. Некоторые вещи должны действительно быстро пройти. Сейчас вы уже можете это доказательство понять. Несколько лет назад, когда вы только начинали заниматься дробями, наверное, действительно было лучше быстро-быстро этот момент пройти и вот услышать только, что ученые доказали. Но сейчас происходит вещь совсем ужасная для меня. Я вам рассказываю неверное доказательство, и вы не видите в нем ошибку. Да, пожалуйста. Ну, то есть, надо смотреть. Ну, В должно быть... Если у него что-то, значит, есть вариант А. Соответственно, В должно быть что-то... Ну, это с чем-то отравлено. Оно кратится. Самый сильный, если кратится. Хорошо. Все-таки третий, последний раз я буду повторять неверное доказательство. Ребята, у меня такого в жизни еще не было. Обычно надо тратиться отражать. Предположим. Так, на это слово можно возмущенное говорить? Нет. Что? Нет. Натуральное. Натурное. Сейчас скоро опять. Число. В основном. Н. Двумя. Разными. Нас просят доказать, что разложение единственное. Как положено в методе доказательства от противного, я предполагаю, что разложений много. Много. Так что, пока вы не имеете права обещать. Я предполагаю, что разложение есть два. Предположим, что некое правильное число N двумя разными способами представили в виде произведения простых чисел. Пока понятно? Да. И пока нет к чему подраться. А вы помните, что доказательство скоро закончится? Песок сыпется. Рассмотрим число P1. Есть к чему придраться? Нет. Я имею право взять число P1. Да. Оно простое. Нет. Не к чему подраться. Не к чему. Оно простое. Просто, но это хорошо. На него делится произведение чисел Q1, Q2 и так далее QM. Почему? На него. На него. На него делится вот это вот число. Потому что здесь P1 есть просто множитель. Да. Так. На всякий случай. Все помнят, в каком случае число делится на любое число. Я просто боюсь, что они все это знают. В каком случае число A делится на число B? Да. Существует число C. Правильно. Если для некоторого целого числа C, для некоторого целого C, какое равное равенство? В C. А это B умноженное на C. Согласны? Да. Вот это определение делимости. А число A делится на число B, если A это какое-то кратное число B. То есть это B умноженное на какое-то целое число. Так вот. Уверяю вас. N делится на P1. Просто потому что N это P1 умноженное на вот это вот произведение. Ага? Так. Пока. Можно предразличить? Нет. Нет. Но. Что такое N? N это произведение вот этих вот чисел. Q1, Q2 и так далее. ВМ. А это прям уложение того, что нечетное число. Какая неравенка. Четное оно или нечетное. Слышите, ребята. Вот тут я нашла такая историю. ВМ. 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 посвящается в нраве состояние и лучшеicana тем, что оно самое маленькое. Четное число B. Секунду! Дальше, дальше происходит такая вещь. Придумывается термин fundo. Число, деляющееся на двойку, объявляется четным в 2. А дальше, это число не только делится на два. Оно к тому же еще и четное. Понимаете, да? Эта девушка не только красивая, она еще и симпатичная. Да? Это вот отсюда. То есть вы говорите одно и то же, но вам кажется, число не только делится на два, но и четное. Вам кажется, что вы сказали, что умно. Между тем, просто многие задачи, действительно, многие задачи решаются замечанием, что что-то там делится на два, что-то не делится. Но с делимостью на три тоже бывают задачи. Честное слово. И с делимостью на пять некоторые задачи решаются. И даже с делимостью на тринадцать. И семнадцать хорошие простые числа. И вообще все простые числа достойны того, чтобы их рассматривать. Просто двойке повезло. Двойка – самое маленькое простое число. Но это никаких других правил, которые нет. В наших рассуждениях двойка фигурирует на тех же абсолютно основаниях. Так какая разница, есть ли я этих чисел двойка или нет? Ну, поймите, если есть эти двойки, ну и там есть кусок еще и н. Так, вы мне лучше скажите. Я уже до какого момента вас довел? Я сказал, что… До того, что вот та часть самая. В следующий раз мы делим число П1. Сказал? Да. Сказал. Сказал, что это делится на П1. Да. Так. Нет, по-моему, я еще в третий раз вас обманул. Поскольку произведение нескольких чисел делится на П1, то один из множителей должен делиться на П1. Правильно? Да. Значит, пушка какая-то делится на П1. Да? А почему не произведение? Слышишь. Нет. Пока, понимаете, в этот момент я еще не говорю, что он у нас здесь должен быть таким же. Я просто говорю. Если произведение… Ваши в школе это выучили. Если у нас произведение, например, двух чисел делится на два, то одно из них делится на два. Или, если произведение каких-то там двух чисел делится на пять, то одно из них делится на пять. Если произведение нескольких чисел делится на простое число, то одно из множителей, одно из этих перемножаемых чисел, обязательно делится на это простое число. Вот у нас на самом деле ситуация. Произведение нескольких чисел Q делится на число П1, значит одно из чисел Q должно делиться на П1. Вот это я написал. И значит, а почему одно только? Это не будет равно, потому что оно делится, но останется еще сколько-то. Если они, секундочку туда. Q это были тоже... Я обосходил. Я говорю простую вещь. Делится, это значит, что имеет место такой примерно равенство. Q это, это P1 умножить на какое-то там число X. На какое-то целое число X. Но понятно же, что если у нас это простое число, и это простое, то X может быть только единицей. Потому что иначе у простого числа Q это возникнет делитель P1, который отличен и от единицы, и от этого самого Q. Согласны? Ребята, я вас в третий раз обманул. При этом я просил тщательно следить за моим языком. Да. Простите, а Q это простое число? Q это простые числа. В это тоже простые числа. Ну тогда... X и единиц. Да, все, пора... Я не хочу сказать, что я думаю, что мы прощаем. А на X на X на единиц? Да. Да, 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 да. Значит, X на единицы, как я и написал. Дальше, господа, поскольку все-таки я сегодня обереваюсь домой, то... А, ну... Не будем. Все. Мы не будем четвертый раз рассказывать это доказательство. Я признаюсь. Как вы заметите, три раз я совершенно честно обманул. Я признаюсь в следующей вещи. И когда я брал любое число M, разложенное двумя способами. И когда я говорил, что в одном из этих чисел все было нормально. Проблема была только в одной разнице. Если произведение нескольких чисел делится на P1, то один из множителей обязан делиться на P1. Ну не факт. Секунда. На самом деле факт. На самом деле факт. И вы этим очень много распользуетесь. При решении разных алкогических задач. Как только есть произведение к учител делящемуся на 7, значит одно из этих чисел делится на 7. Но давайте вспомним, как этот самый факт доказывается. Ну, два варианта. Либо вам в школе сказали, запомните, что это всегда так, что вы запомните. Либо другой вариант. Вам сказали. Ну а представь себе, если у тебя есть несколько чисел и какое-то простое число. И произведение этих нескольких чисел на это простое число делится. Ну смотри. Ты каждый из этих чисел разложи на простые множители. По теореме о том, что единственность разложения, то есть по основной теореме арифметики, наш простой множитель где-то должен встретиться. Понятно. 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 Проблема этого доказательства ровно в одном месте. Давайте напишем. Так. Давайте это объявим в леммах 1, а вот этот второй факт объявим в леммах 2. Лемма 2. Если произведение делится на простое число, то хотя бы один из множителей, то хотя бы один из множителей, Делится на П. Тут, господа, оказывается, что этот факт, который кажется очевидным, более того, просто у меня итог традиционного обучения математического класса начинается с того, что надо убедить всех учеников, что этот факт не очевиден. Меры убеждения бывают самые разные. То есть иногда нужно человеку один раз рассказать доказательство, иногда нужно пять раз рассказать. В общем, я вам даже так скажу. Сейчас у меня есть 9-й математический класс. Я уверен, что несколько человек я там еще не убедил. То есть хотя мы в прошлом году все это с ними делали, обсуждали, но я думаю, что там есть несколько людей, которые все-таки уверены, что ерунду он говорит. И очевидно, что произведение, если делится на простойчивого П, то хотя бы один из множителей делится на П. Я это преодолею в следующем области. Я им буду рассказывать о многочленах. То есть произведение многочленов делится на неприводимый многочлен. И тогда, когда они поработают с многочленами, они увидят, что на самом деле там совсем не очевидно все. Но вас, я очень прошу, понимаю, что все равно несколько неверующих останется, но я вас очень прошу понять, что это утверждение абсолютно не очевидно. То есть именно доказательством его и будет посвящена сегодняшняя лекция.